Мир вам, братья и сестры! Когда Иисус Христос был на земле, Он что-то очень желал. Очень желал, очень хочу, сказал однажды. Это было желанием Иисуса. Я думаю, что нам интересно знать, чего Христос очень желал. Не просто желал, а очень желал. Я хочу, чтобы вы это сейчас услышали. Это Луки 22 глава. Но я прочитаю только 15 стих. И сказал им, то есть ученикам, очень желал, я очень хочу, очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания. Это желание Иисуса. Очень хочу, очень есть Пасху вместе с вами, своими учениками прежде моего страдания. В отличие от нас, Христос знал в то время, что это Пасха или эта вечеря для Него последняя. И Он говорит, я очень хочу, это мое сокровенное желание, чтобы эту вечерю, эту Пасху разделить вместе с вами, с теми, кого Он любил. С теми, кому Он отдал частицу своей жизни вместе с Своими учениками. То есть это было Ее заветное желание. Я очень желал. И Бог дал Ему эту возможность. Сегодня Бог исполнил Ваше желание. И мы вместе будем вспоминать любовь Божью к нам людям, Его страдания на Голгофском кресте. Перед тем, как мы будем участвовать в предчастии, я хочу говорить краткое слово на тему спасения и жизнь. Спасение и жизнь. Спасение и жизнь – это те две вещи, которые предлагает всем нам Христос. Это все то, что предлагает нам Христос. Спасение и жизнь. Первое – нуждаемся ли мы в Спасителе? Нуждаюсь ли я в Спасителе? Спасены ли мы? Это вопрос очень важный. И я здесь, чтобы сказать, что Христос, Он может спасти тебя от власти греха. Он может это сделать сегодня. Только прими то, что предлагает тебе Бог. Он – наш Спаситель. Спасение Христос предлагает всем людям совершенно даром. О Нем Библия говорит так. Прежде, неожели Он пришел в мир, было свидетельство о Нем, родит же Сына, и наречешь имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их. То есть Христос пришел на землю, чтобы грешники получили шанс, чтобы грешники были спасены. Нуждаюсь ли я сегодня в Спасителе? Вот очень важный вопрос. Если да, то Он сегодня здесь, чтобы спасти тебя. А если мы приняли Его как Своего Господа и Спасителя, то я думаю, у нас возникает следующий вопрос. Мы хотим вести благочестивую, святую, победоносную жизнь. И Христос, Он может не только омыть нас, но дать нам силы, чтобы жить пред Ним, чтобы жить пред Богом Святым. И так Он наш Спаситель. Вы знаете, мудро тот поступает, кто принимает, тот, что Ему предлагают. Особенно если это относится к хорошим вещам. И если есть здесь люди, которые еще не спасены, которые не примирились с Богом, которые не покаялись в своих грехах, Он сегодня ваш Спаситель. Он сегодня спасает. И хорошо, кто откликается на Его призыв и принимает Его как Своего Господа и Спасителя, не откладывая на потом, не откладывая на завтра. Я еще раз повторяю, если вы хотите избавиться от власти греха, если вы хотите получить мир и свободу, вам необходим Спаситель. Имя Ему Иисус Христос. Поэтому благословен тот, кто услышал благую весть о Христе с радостью, не откладывая на потом, принимает Его. Сегодня время благоприятное, сегодня день спасения. А те, которые спасены, они должны жить, подражая Ему. Они должны просто распространять жизнь Божью и наполняться этой жизнью. Поэтому в дальнейшем я буду говорить для тех, кто уже спасен. Потому что Христос, Он не только наш Спаситель, а Он наша жизнь. И наш удел, пока мы живем здесь на земле, следовать за Ним и подражать Ему. Поэтому наше призвание распространять жизнь. Давайте подумаем над такими вопросами. Послушайте. Как протекает наша жизнь? Мы с кем-то встречаемся, с кем-то общаемся. Куда-то приходим. Куда-то пойдем завтра. И вот куда мы приходим? Что мы туда приносим? Жизнь или же смерть? Везде, куда мы просто приходим или везде, с кем мы вступаем в разговор. Те, которые слушают нас, они оживают? Они окреляются? Они обретают надежду? В этом смысл жизни христианина. Что мы приносим, когда мы соприкасаемся с окружающими нас людьми? Иногда мы, кажется, ничего с собой не несем. Но, тем не менее, мы распространяем или жизнь, или же что? Смерть. Как прекрасно, что все те, которые окружают вас в течение дня, вы все, что вы, все, что вы не делаете, настроение в окружающих поднимается. Вы не расстраиваете, а вы настраиваете других. Вы умиротворяете обстановку. Вы служите благоуханием для окружающих. То есть, вы исцеляете атмосферу вокруг себя. Вы служите благословением. Вы распространяете жизнь. Еще раз повторяю, спасение и жизнь. Каждый для себя сегодня мы анализируем свою жизнь. Относится ли это в большей или меньшей мере ко мне? Я радую или я огорчаю? Я расстраиваю или настраиваю? Я вдохновляю или наоборот убиваю все доброе и хорошее в людях? Вот что значит распространять жизнь. Сегодня в этом мире полным уныния. Эти люди востребованы как никогда. Они жизненно необходимы в каждом доме. На работе, где вы трудитесь, наше призвание в том, чтобы распространять жизнь. Итак, причастие – это служение, к которому мы должны быть готовы. Не так ли? К этому призывает нас Бог и Библия, потому что это то служение, которое несет в себе жизнь, если мы правильно относимся к нему, или же наоборот. Оно приносит нам разрушение и смерть, если мы неправильно относимся к этому служению. В Библии написано, да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Да испытывает себя человек. Здесь идет речь о каждом из нас, о всех и каждом. На основании этого стиха вначале каждый из нас он должен испытать или просто проверить себя. Все верующие, они проверяют себя в присутствии Божьем. Сегодня нам эта возможность предоставляется. Причем испытывать себя это необходимо делать перед каждой вечерей. Написано, да испытывай же себя человек. Почему это важно? Потому что грех и вина это две насущные и очень серьезные проблемы. И не секрет, что сегодня многие пытаются и желают освободиться от чувства вины, чтобы иметь свободу в сердце и иметь чистые руки. Но в чем я вижу проблему, совершая грех? Человек очень часто сваливает вину свою на других. И ввиду этого не получает ни свободы, ни победы. Еще раз повторяю, он пытается во всех грехах обвинять других. Послушайте, что Библия говорит о Христе. Исаии 53 глава, я читаю 4 и 5 стих. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он извязан был за грехи нашим и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем. И ранами его мы исцелились. Вы этот стих слышите не впервые. Но на что я хочу обратить сегодня ваше внимание? Написано, но он взял на себя вину и грехи наши. Вот почему сердце мое торжествует. Почему? Потому что он не стал перекладывать это на других. Он взял вину свою, нашу вину на себя. Мы люди пытаемся нашу вину переложить на других. А он, будучи невиновным, нашу вину взял на себя. Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Это сделал Христос. Он это сделал ради тебя. Он взял на себя. Он дал нам пример, как мы должны выходить из жизненных тупиков. Как мы можем простираться к жизни. Как мы можем жить победоносной жизнью. Он взял вину нашу на себя. И каждый раз, когда мы желаем освободиться от греха, когда мы желаем жить победоносной жизнью, мы должны этому правилу следовать. Мы свою вину должны исповедовать пред Богом, не перекладывая ее на других. Смотрите, как было среди учеников. Помните то положение, когда Христос сказал, что один из вас предаст меня. Помните, что делали ученики? Каждый из них говорил, не я ли Господи? Было бы все по-другому, если бы каждый из них думал, это, наверное, Петр, это, наверное, Иоанн, это, наверное, Иуда. Но каждый из них говорил, обратите на это внимание, не я ли Господи? Библия говорит, если бы мы научились судить себя, то мы не были бы, что судимы с миром. Проблема в том, что мы очень хорошо замечаем несовершенство других, но наша совесть очень редко мучается из-за своих собственных грехов и недостатков. Поэтому исследуйте ваше сердце правдиво. Никогда не пытайтесь приукрашивать ситуацию. Будьте искренны и честны пред Богом. Помните, что все вокруг человека способствует самообману. и в мире, в котором мы живем, легко обмануться, но знать себя это всегда хорошо и полезно. Поэтому сегодня я хочу еще раз, чтобы каждый из нас с помощью Божьего святильника, которое является Слово Божье, он обошел свое сердце, вникая в себя, чтобы получить свободу, а самое главное готовность для предстоящего служения, которое ожидает нас впереди. Запомните, что человек, который повинуется Богу, он преуспевает и растет. Человек, который не повинуется Богу, он становится недовольным и часто злым. Люди, убегающие от Бога, они раздражаются без причины. Я говорил, это буквально в понедельник, и еще хочу повторить, трудно трем категориям людей. Первая категория это те люди, которые идут против Бога своими поступками, словами и делами. Библия говорит о Савле, трудно тебе идти против вражна. Казалось бы, он имел письмо от властей, чтобы гнать и связывать христиан. Казалось бы, власти были на их стороне, и он двигался, приближаясь к Дамаску, не один. у него были верные помощники, авторитет и власть, но тем не менее, Бог о нем говорит, трудно тебе идти, что против вражна. и ввиду того, что сам Бог остановил его, жизнь его изменилась, и какая-то легкость пришла в его сердце. Еще трудно тем людям, которые стоят на пути грешных. Они никуда не идут, но они стоят на пути грешных. Они испытывают горечь, разочарование и трудности. И еще одна категория это те люди, которые убегают от Бога, как это делал в свое время и Оно, не выполняя свое призвание, не вникая в суть вещей, просто не занимаясь даже своим призванием. Они живут так, как им хочется или нравится. Поэтому эти люди испытывают периодически невероятные трудности. Почему? Потому что от Бога убежать и от себя убежать невозможно. Поэтому Библия говорит вникай в себя и в учение занимайся этим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь и слушающие тебя. Поэтому кто готов сегодня сказать как это сделал все время Иона этот шторм из-за меня все страдания которые постигли вас в этом виновен я тот на пути к исцелению. Тот на пути к исцелению. И хотя Бог пытается каждому из нас достучаться и чему-то научить и сказать. В частности хочу вам сказать что Бог Он не только говорит через свое слово которое полезно для исправления для научения для обличения Бог говорит иногда даже через обстоятельства. И когда человек попадает в какие-то сложные обстоятельства то Божья цель при этом неизменна. Бог желает обличить чему-то научить или просто проговорить к нашему сердцу. И человек выкарабкиваясь из очередной беды или проблемы если он не анализирует свою жизнь серьезно то следующая проблема еще будет серьезней и жестче. Почему? Потому что Бог пытается достучаться до сердца человека когда и он попал в эту трудную ситуацию с одной стороны когда его просто он сказал что я виновен что у вас много неприятностей в жизни вы помните его выбросили в море и море утихло для тех кто плыл на корабле но и он очнулся или пришел в себя только тогда когда наказался в очереве кита только тогда он взмолившись сказал что я все понял господи чтущие суетных богов оставили милосердно своего а я глазом фолы господи принесу тебе жертву что обещал то исполню когда он это сказал когда он пришел в себя и я думаю неужели надо оказаться в очереве кита чтобы окончательно прозреть но иногда это человеку просто надо или жизненно необходимо можно много примеров проводить из библии вы помните когда пророк нафан пришел к давиду и обличил ее через причту давид выслушали сказал смерть этому человеку и этими словами он подписал себе приговор потому что этим человеком был именно он он судил находясь в состоянии греха а бог в его сердце стучал чтобы в конце концов давид смог разобраться самим собою я еще раз повторяю нам очень хорошо видны поступки и деяния других но очень часто мы сверх милостивы и не замечаем своих дел разговоров и поступков поэтому я просто хочу вам предложить сделайте небольшой анализ если вы в течение недели просто словесно кого-то оскорбили обозвали обидели расстроили сегодня тот момент истины когда вы должны просто искренне покаяться пред богом потому что вы несете в себя не жизнь но смерть ваши деяния ваши разговоры они ранят они убивают они расстраиваются и жизнь и сердце поэтому бог желает наполнить нас своей жизнью вы помните не так давно вы слышали такой пример когда Иав сказал это старший брат Давида я знаю высокомерие твое смотрите Давид с чистой душой пришел чтобы помочь Израилю послушайте но старший брат вместо того чтобы поддержать его благословить его он сказал три вещи которые как нож должны были вонзиться в сердце Давида и совершенно опустошить его чтобы он не был готов к этому сражению он ему сказал я знаю высокомерие твое первое второе я знаю дурное сердце твое и третье что он сказал ты пришел посмотреть сражение ни первого ни второго ни третьего не было в жизни Давида не было ничего подобного в сердце Давида но вот эти три стрелы они должны просто не просто ранить Давида а остановить его на пути к решающей битве с Голиафом но Давид что сделал он начал выяснять отношения он попытался Ява поставить на место нет он пошел и продолжал подготовку к сражению он на все это не обратил внимания потому что Давид был тем человеком несущим благословение внутри себя и жизнь именно таковыми людьми Бог желает видеть вас как мы реагируем на оскорбление сегодня что происходит внутри нас когда мы испытываем в какое-то давление если мы ломаемся если мы возмущаемся если начинаем мы строчить как с пулемета когда тебя нечаянно придавили языком своим это говорит о том что жизнь Божья не наполняет нас но я благодарю Бога который предлагает нам спасение и жизнь поймите братья и сестры что сейчас проблема не в них но в нас проблема не в них но в нас проблема не в музыке как она играет и проблема не в тех людях как они к тебе относятся а проблема во мне что я остро и болезненно реагирую на все то что кажется идет не по моему плану но благословен Бог который желает нашу жизнь изменить так чтобы в любых ситуациях мы Бога славили распространяя Его благухание Его радость Его любовь и Его мир во имя Иисуса трудно было объяснить трудно было объяснить и доказать Саулу что проблема не в Давиде а в Сауле проходили годы на какое-то мгновение прозревал Саул даже каялся и говорил прости меня Давид но снова новая волна накрывала его сердце горечью и обидой и он решал и дальше гнался за Давидом надеясь таким образом избавиться от Давида но проблема была не в Давиде хотя Саул этого к сожалению не знал и так я все это говорю как просто примеры настолько важно нам научиться разбираться в самом себе научиться судить себя чтобы не быть осужденным с миром и так новую жизнь всем нам предлагает Христос Иисус сказал им я есть хлеб жизни приходящий ко мне не будет толкать и верующий в меня не будет жаждать никогда то есть Христос говорит я есть хлеб дающий жизнь когда Христос совершал причастие то написано он взял хлеб это написано Матвея 26 глава мы можем там некоторые стихи даже проследить 26 глава из 26 стиха там написано и когда они ели Иисус взял хлеб хлеб это прообраз или образ ломимого тела Иисуса Христа за нас вообще что мы не делаем в нашей жизни ради еды или ради насущного хлеба даже когда мы идем на работу даже когда даже когда мы говорим о деньгах мы подразумеваем хлеб то есть хлеб это можно сказать символ всего необходимого в чем мы нуждаемся в этой практической жизни и дальше написано что Бог этот хлеб благословил благословил скажите пожалуйста вы любите благословение многих из вас благословил и благословляет Бог но Бог это делает чтобы мы служили благословением для других к сожалению многие люди видят Бога только благословляющим но они не понимают тех скорбей через которые мы время от времени что проходим но слава Богу что Бог есть благословляющий Бог и на этом все не закончилось дальше написано что он этот хлеб преломил другими словами это я умерший из-за вас это сделал Христос моя жизнь преломляется сегодня для прощения ваших грехов и вот сегодня вопрос для нас готовы мы сегодня к серьезному преломлению готовы ли мы к тому чтобы умереть для себя и для своего агаизма только тогда мы станем благословением силой утешением и пищей для других да благословение это хорошо он нас спас и он нас благословил сегодня чтобы мы были жизнью чтобы мы распространяли жизнь Иисуса Христа чтобы мы ею обладали необходимо чтобы сам Бог всех на что преломил Христос учил смотрите кто хочет идти за мною отвергни себя и следуй за мною вообще без испытаний без преломлений мы даже никогда не узнаем что мы из себя представляем но когда мы проходим через эти испытания с победой что-то невероятное происходит в нашей жизни иногда когда вы попадаете среди трудностей что вы спрашиваете какой вопрос вызывает как бы вырывается с вашей груди вы спрашиваете почему Господи или чему ты хочешь научить меня или что ты хочешь сказать мне вот что важно знать для себя почему Господи или что ты хочешь сказать мне или в чем ты хочешь исправить меня запомните что сам Христос прошел через серьезное преломление если вы хотите наполняться жизнью жизнью Бога живаго разрешите вас преломить над этим работает Бог и Божья благодать чтобы мы действительно были распространятелем этой жизни дальше написано едите ибо это тело мое причем Христос сказал кто будет есть этот хлеб тот не умрет вовек почему важно это принять и съесть вот смотрите все что я ем это становится моей частью Господь часть моя говорит Еремия и так буду надеяться на него если я что-то съел сегодня можно сказать это невозможно отнять у меня или забрать обратно завтра его невозможно уже забрать почему потому что оно вошло внутрь меня оно растворилось во мне оно становится или стало можно сказать моей частью так точно Бог желает чтобы мы наполнялись им чтобы мы принимали его внутрь себя как жизнь и наполнялись этой жизнью чтобы он становился во мне и в тебе именно этой благословенной частью хлеб и вино они символизируют присутствие Божие среди нас присутствие Божьей в нашей жизни дальше написано и взял чашу возблагодарил очень важный урок здесь преподал Христос запомните когда вы благодарите Бога первое что происходит в вашей жизни вы с каждым мгновением становитесь ближе к Богу с каждым мгновением вы приближаетесь к Богу если вы или ваша жизнь исполнена благодарение написано и взял чашу возблагодарил И когда вы благодарите Бога, это значит, что вы принимаете ту любовь, которую предлагает всем нам Христос. Наконец, Он взял эту чашу, это образ пролитой Его крови за нас. Все это вместе символизирует смерть Иисуса Христа на Голгофе. Вообще, когда Христос взял чашу, то друзья, которые видели все это, они пережили небольшой шок. Почему? Потому что на всех праздниках эта чаша стояла на столах израильтян. Это была чаша Мессии. Она была наполнена или пустая, никто не мог, не имел права пить из этой чаши. Потому что это было как бы предвестником того, что придет в свое время Мессия, и Он будет пить из этой чаши. И таким образом наступит новая эра или новый век. Когда Христос взял эту чашу, Он взял именно чашу Мессии. И когда Он сам испил и предложил пить из нее все, Он как бы провозгласил, что наступило новое время, наступил новый век. И Он сказал, сие творите в мое воспоминание. То есть, живите так, чтобы ваша жизнь или ваши слова не расходились с делами. «Последняя моя мысль – это вино». Вообще вино, как и хлеб, невозможно получить, если зерна не раздавить сначала. Так и вино, если их не выжать, не придавить, вы никогда не получите ароматного, сладкого напитка. Если вы хотите распространять Божью жизнь, тогда вы должны разрешить Богу вас выжать. Просто придавить так, чтобы все наше ушло, а осталось только Божье, что является благословением и жизнью для окружающих. Христос дал нам пример. Его тело было ломимое за нас. Чтобы мы имели жизнь через Него. Он был выжат, как эти гроздья винограда. И потому Божья жизнь мощным потоком протекает из Голгофского Христа. Поэтому сегодня вокруг нас миллионы людей, которые живут в крайней нужде. А мы, зная истину Божью, обладая, можно сказать, этим избытком, мы в это время, можно сказать, бездействуем или не делаем то, к чему призывает нас всех Христос. Поэтому выбор за нами, или мы оставим их всех голодать, или же мы будем преломляемы и раздаваемы. Мы будем теми людьми, которые понесут жизнь там, где еще присутствует смерть. И если вы готовы выполнить эту миссию, значит, для этого погибающего мира есть еще надежда, слава Иисусу Христу. Итак, спасение и жизнь. Если вы еще до этого дня не были спасены и не примирились вы с Богом лично через покаяние, сегодня ваш день. А если вы уже спасены, то вопрос сегодня к нам. Распространяю и обладаю ли я жизнью Иисуса в моем сердце? И если вы не находите, можно сказать, свое состояние правильным пред Богом, то я хочу вам сказать, разрешите Богу преломить вас. Разрешите преломить вас. Кто мне служит, мне допоследует. И где я, там и слуга мой будет. Отвергни себя и следуй за мною. Когда произойдет этот процесс, тогда вы будете носителем жизни. Вы, приходя в любое общение, вы не только будете приносить себя своими недостатками, проблемами, вздохами и так дальше. Вы будете приносить жизнь, которая будет переполнять вас. И все люди, которые вокруг вас, они будут оживать. Они будут наполняться жизнью, они будут расцветать. Вместо уныния придет радость. Вместо тревоги и беспокойства придет долгожданный мир. Вместо болезней придет исцеление. Вместо разрушений будет что? Восстановление. Это удел и призвание христиан. Но разрешите Богу действовать в вашей жизни. Пусть он совершит, завершит то, что он начал на Голгофском христе. Спасение, благословение и жизнь. Примите Иисуса Христа сегодня в этом причастии как жизнь для себя. И скажите, Господь, я хочу жить для тебя и тобою. Пусть все мое умирает. А воскресаешь, и да будешь возвеличен только ты. Я вам этого блага от души желаю. И ради этого в мир пришел Христос. Вся слава Ему. Ныне и во веки веков. Аминь. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok